В Рязани достаточно много таких домов, жильцы которых испытывают проблемы с водоснабжением, отоплением или коммунальными услугами. И сегодня мы решили заглянуть в один из таких прекрасных домов, который собрал в себя все проблемы. Валентина Ивановна Мотина пережила ленинградскую блокаду, затем сразу же переехала в Рязань. Она многое помнит с тех времен и вспоминает поведение дворников в довоенное время. Говорит, что тогда уборка осуществлялась рано утром, до того, как люди начинали идти на работу, чтобы не пылить и не мешать гражданам. А сейчас даже не хочет комментировать уровень уборки в своем собственном дворе. Всех проблем своего дома она запомнить уже не может, поэтому записала их на листок. Проблема с отоплением в ванной комнате. Она не отапливается уже несколько лет. Несколько лет. Обращались неоднократно в ЖУ, но результат никакого. Теперь о капремонте. Дом наш заселен в 62-м году, 53 года назад. И, безусловно, он требует капитальных ремонтов. Капитальный ремонт нашего дома запланирован. Теперь я должна дожить до 110 лет, чтобы дождаться этого ремонта. Многие жильцы дома номер 51-53 на улице Дзержинского собрались, чтобы поделиться проблемами. Одна из квартир здесь является нежилой. Ее хозяйка уехала в другой город. Попасть туда невозможно, хотя необходимо. Ведь по вине этой квартиры в одном из подъездов полностью отключено отопление в ванной, что уже приводит к заболеваниям жильцов. Тетя Валя уже давно нет, вторую зиму. А у меня волнами. Греется батарея, холоднеет. Греется, холоднеет. Знаете, как будто я воду прибавляю, горячую убавляю. А у нее вообще не доходит до нее даже. Простудиться после принятия в ванной – это привычная ситуация для жителей злополучного дома. Здесь существуют проблемы с протечкой крыши. На ней есть дыры, но ремонта не осуществляется. И больше всего жители возмущают неубранная территория во дворе, которого и так практически нет. Основное место перед домом занимает теплотрасса. Наш дом как призрак. Вот он есть, но его нет. Везде делаются дороги, везде делаются детские площадки, везде все делается. Но у нас ничего нет. Вот вы сами видели. У нас бардак. В подъездах жителей пугают оборванные провода. Причем не все жильцы знают, для чего они предназначены. Еще один вопрос – фундамент здания. Дом построен в 1962 году. Ремонта ни разу не проводилась. Фундамент не только трещит по швам. Он еще порос плесенью и мхом. Ответить по существу за все неудобства в управляющей компании этого дома нам отказались. Вам жалуются люди? Вы приедете сюда и все, раз к вам везде провозкают. Вы мне можете как-то откомментировать? Никак, не могу комментировать. Нет, по поводу вот они... Вы, если сели в компанию, приезжайте сюда, пожалуйста. Спокоятся по поводу того, что нет у них отопления в доме. Вы слышали что-нибудь об этом? При всем этом жильцы дома на улице Дзержинского очень надеются на то, что ситуация будет иметь разрешение. А пока они продолжают платить более 5000 за обслуживание своего жилья и предоставляемые коммунальные услуги того дома, который не выдерживает никаких стандартов.